Щелково принимает областные состязания по скандинавской ходьбе, которую еще называют русской или северной. Соревнования проходят во всероссийский день ходьбы. Великолепный праздник здоровья и спортивного настроения. Он проводится в Подмосковье уже в четвертый раз. В прошлом году спортсмены выезжали в Сергиев Посад. А в этом Министерство спорта Московской области центральной площадкой праздника избрало обновленную и реконструированную пешеходную зону улицы Парковой и территорию возле физкультурно-оздоровительного комплекса на центральной улице Щелково. Очень приятно, что спорт прочно и надежно входит в нашу жизнь. И вы прекрасно понимаете, что спорт – это не только сила мышц, сила здоровья. Это прекрасное настроение, это сила духа, сила воли, возможность принимать правильные решения. Я хочу, пожалуйста, сегодня всем хорошего настроения, прекрасной погоды и удачи! Знаете, здесь победителей не будет, потому что вы уже являетесь победителями, что вышли сегодня на это мероприятие и будете популяризировать вот этот вид спортивной активности. В этот день любой желающий мог попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО, да и просто размяться под музыку. А для новичков в скандинавской ходьбе был организован мастер-класс. Если у вас есть силы и вы хотите обогнать, то есть просим принять вправо, а мы обгоняем с вами слева. Поэтому по всей дистанции мы будем держаться правее. Для того, чтобы была возможность те, кто будет двигаться более быстрее, слева спокойно и беспрепятственно вас обходить. Ходьба – спорт, доступный каждому. Особое внимание организаторы этого вида тренировок стараются уделять старшему поколению. Секции и группы действуют в центрах социальной поддержки, домах культуры и в спортивных комплексах. Поддерживаю свое здоровье и получаю удовольствие от того, что мы ходим в лесу, потому что занимаемся мы в районе Щелково-7, там лесной массив хороший, а я очень люблю природу, так что я совмещаю одновременно две вещи. Секции скандинавской ходьбы уже занимаемся второй год с Пал Палчем. И результаты, я вам скажу, потрясающие. Тоже свежий воздух, движение. И мы в полном восторге. Я сам бывший спортсмен. И спорт отличается от физкультуры. Ходьба – это уже не спорт, это физкультура. И переборщить здесь почти невозможно. В этот день участниками состязаний были не только физкультурники. Это и школьники, и люди более солидного возраста. Выступали и настоящие спортсмены. Дмитрий Кузнецов – марафонец, пятикратный чемпион России по спортивной ходьбе. Всю жизнь я в ходьбе. Прошел все этапы от юношей, кончая всех профессионалов по спортивной ходьбе. Сейчас тоже участвую. Готовлюсь на 100 километров. Для жителей Щелково идущие спортсмены далеко не новость. Однако такое количество одновременно – это уже и интересно, и показательно. В этот день в дне ходьбы участвовало более тысячи человек. Все условия созданы. Благоустроенный наш город, благоустроенные окрестности города. Одним словом, масса интересных мест, интересные исторические места, куда еще не ходили многие. Поэтому можно самостоятельно или с инструктором пройти по нашему замечательному Щелковскому району. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».